Десятки юных ватерполистов из оздоровительных центров Видного и Развилки стали участниками традиционных товарищеских матчей. Возрастных группы две. Младшая от 10 до 12 лет и старшая, где за победу борются ребята 2005-2007 годов рождения. Перед стартовым свистком мальчишкам пожелали спортивной удачи. Спортивную войну, нагал, страсти никто не отменял. Поэтому биться, бороться до последнего. Право попасть в команду получают лучшие из лучших. А это не просто. Ведь с каждым годом водное поло пользуется все большей популярностью. Группы полностью укомплектованы по 30 человек, две группы. Плавание – это монотонный вид спорта. Водное поло – контакт непосредственно друг с другом. То есть дети обязательно должны контактировать между собой, дружить, так как от каждого игрока зависит исход игры. Товарищеские матчи проходят на регулярной основе с периодичностью 1-2 месяца. И хотя они носят дружеский характер, одновременно с этим позволяют спортсменам в условиях соперничества показать волевой дух и укротить мяч и воду. Водное поло – своеобразный сплав баскетбола, футбола и, конечно, плавания. И чтобы победить, нужно проявить самые разнообразные качества – ловкость, умение быстро принимать решения и работать в команде. В бассейне во время матча по шесть игроков с каждой стороны. Все они усиленно готовились к встрече, отрабатывали броски, оттачивали технику плавания. И результат не заставил себя ждать. Точных передач было немало. Вообще занятия в секции водного пола проходят три раза в неделю. Одно в спортивном зале для общей физподготовки и два в бассейне. Тренировки сплачивают ребят и делают из них настоящую команду. И какая же она? У нас команда очень сплощенная, дружная, сильная. Мы очень всегда готовились к этой встрече. Поэтому мы победим, мы сможем их одолеть. Подобные матчи можно смело назвать образцовыми. Не зря на них собираются родные и близкие спортсменов, чтобы посмотреть на увлекательную и захватывающую игру. Это новички. То есть как мастера они, естественно, играть не будут. Это невозможно ожидать. Но для своего опыта, скажем так, они играют очень хорошо. Конечно, интересно наблюдать. Очень. Живую, интересно. И брызги, и сам вот этот азарт игры. Все это передается, когда вот здесь именно находишься. Ребята молодцы. Очень хорошо выкладываются. И очень активно. То есть не просто для галочки, а именно соревнования. Мне это очень понравилось. И очень рад и за синюю, и за белую команду. И те, и те отлично просто играют. По итогам соревнований в младшей группе победителями стали видновчане. А вот в старшей сильнее оказались ребята из развилки. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Продолжение следует.